Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Я приглашаю вас сегодня в Костель-Гондольфо. Всего в 24 километрах от Шумного Рима находится это райское место. Электрички с вокзала Термини ходят каждый час. Время в пути 40 минут. Оно пролетает незаметно. Цена билета в одну сторону чуть больше 2 евро. Станция находится у подножья горы. Чтобы подняться в городок, надо пройти по серпантинной дорожке приблизительно 650 метров. Эта дорожка единственная, и поэтому ошибиться невозможно. Она приведет вас на самую красивую панорамную площадку городка. А там за углом и главная площадь города. Костель-Гондольфо – идеальное место для тех, кто хочет провести день на свежем воздухе недалеко от Рима. Городок расположен в прекрасном месте, которое часто называют Костели-Романи. В переводе с итальянского языка – римские замки. Он находится на склоне горы, и отсюда открывается прекрасный вид на озеро Альбано. Милый, ухоженный городок, который притягивает к себе всех любителей уюта и красоты. И еще этот городок известен тем, что здесь находится летняя резиденция римских пап. Италия богата историей, и любители путешествовать избалованы выбором. Если вы планируете приехать в Рим больше, чем на три дня, я хочу посоветовать вам на один день съездить в пригород Рима. И у вас будет возможность сравнить жизнь большого города и тихую размеренную жизнь городка сельской местности. Многие римляне живут и работают в Риме. Но летом обязательно ездят в такие места, как Костель-Гандольфо. Здесь даже в жаркую погоду чувствуется легкая прохлада. Ведь недаром это место было выбрано сначала для строительства виллы императора Домициана, а потом здесь была построена летняя резиденция римских пап. Папа Франциск принял решение об открытии садов и летней резиденции для посещения широкой публики. Папа Франциск – это первый понтифик, который не стал использовать эту резиденцию постоянно, а приезжает сюда изредка. И ему пришла идея открыть виллу для посещения публики. Он поделился с нами частью истории и природы. Сейчас Костель-Гандольфо и сады являются частью музеев Ватикана. Заказывать билеты нужно обязательно заранее. И сейчас, как я поняла, дворец и сады открыты для посещения только по субботам и воскресеньям. Ссылку на сайт, где можно купить билеты, я оставлю под видео или в прикрепленном комментарии. Можно проехать по садам на автобусе, а можно пройти пешком в компании группы. Длительность экскурсии по садам – один час. И потом свободное посещение дворца. Итого на осмотр апостольского дворца и сада у вас уйдет около двух часов. Территория садов с виллой – 55 гектаров. Это на 11 гектаров больше, чем территория всего Ватикана. Ландшафт просто уникальный. На экологическом открытом автобусе мы проехали по большей части сада. С видом на озеро Альбана и Рим. Мы любовались очаровательным и подстриженным садом. Проезжали по аллее кипарисов, по аллее лавры, аккуратно выстриженной форме акведуков. Нас провезли рядом с садом молитв, где обычно папа уединяется. Мы восхищались прекрасными пениями, аллеями роз, садом магнолий. До нас даже доходил аромат ароматических трав. Это прекрасный образец итальянского садоводства. С его лабиринтами из живых изгородей, фонтанами, клумбами, скульптурами и древними руинами. А еще здесь находится папская ферма, на которой производятся продукты для самого маленького государства Ватикан. Отсюда ежедневно отправляют в Ватикан самые свежие продукты. Разнообразные сыры, уже знакомые вам, пикорино, моцарелла, рикотта, яйца, разнообразную зелень и, конечно же, оливковое масло. Здесь растут тысячи оливковых деревьев. Эти деревья – настоящая часть истории. Большая часть из них была посажена в XIII веке. В цену билета входит аудиогид. Есть на итальянском, английском, испанском, немецком, французском и русском языках. В эпоху Возрождения сад был украшен фонтанами и статуями. Итальянцы так бережно относятся к истории, что на территории сада мы можем до сих пор рассмотреть даже остатки от виллы императора Домициана. История всего комплекса папской летней резиденции Костель Гондольфо начинается в начале XVII века. Она связана с римским папой Урбаном VIII Барберини. Это был первый папа, который приехал отдыхать на летнюю личную резиденцию виллы Барберини. Папа поручил архитектору Карло Модерно строительство апостольского дворца. С этого времени сменилось 33 понтифика, но только 15 проживали здесь. Часто можно услышать, что Костель Гондольфо называют Вторым Ватиканом. Забота, с которой были созданы сады, сделала этот комплекс одним из самых красивых и самых посещаемых мест на этих холмах. Уже в республиканский период в районе озера был построен ряд величественных вилл, одна из которых была вилла Домициана. После смерти Домициана вилла перешла к его преемникам, но каждый из них искал свое место. Например, император Адриан жил здесь некоторое время. Он ждал, когда завершатся строительные работы на его вилле, на вилле Адриана, которая находится недалеко от Тиволи. Император Марк Аврелли укрывался здесь во время восстания 175 года. Потом начался упадок виллы. Виллу разбирали, чтобы построить другие здания. Кстати, при строительстве и оформлении собора в Урвието в XIV веке был использован мрамор именно с этой виллы, с виллы Домициана. У меня на канале есть замечательное видео с Урвието. Посмотрите. И напоминаю, если вы будете в Риме и захотите увидеть этот замечательный город, я буду рада показать вам его. Это будет путешествие одного дня. Пишите мне на электронную почту. После падения империи здесь было запустение. Но уже в раннее средневековье великолепные виллы сменились на замки. В начале XIII века на холме был построен замок семьи Гондольфа. Видимо, название нынешнего кастыря Гондольфа осталось еще с тех времен. В средние века городок часто подвергался разграблению. Владельцы замков часто менялись. Семью Гондольфа сменила семья Савели, которая потом была вынуждена отдать замок за долги. Семья Барберини приобрела эти земли, буйно заросшие оливковыми деревьями. Именно они сейчас составляют большую часть оливковой рощи. И семья Барберини выстроила здесь свой дворец. А здесь мы видим сохранившиеся фрагменты украшений виллы Домициана. На протяжении четырех столетий каждый год в летний период городок Кастель-Гондольфа становился центром христианства. В этом небольшом Ватикане, расположенном на холме с прекрасным видом на озеро Альбана, на природе с чистым воздухом папы восстанавливали свои силы. В этот период паломники шли сюда, чтобы встретиться с папой. Городок был очень популярный. Именно сюда в летний период, по воскресеньям, съезжались верующие, чтобы послушать мессу. Папа выходил на балкон дворца и общался с народом. И в наше время было много туристов, которые приезжали сюда. Они останавливались в городке, чтобы быть поближе к папе. Местные жители хорошо зарабатывали. Здесь очень много ресторанов, маленьких отелей, магазинов с сувенирами. Жизнь кипела. Но когда папа Франциск перестал приезжать сюда, перестали приезжать сюда и туристы. Местные жители остались без работы. Уже нет такого потока туристов, как было раньше. Многие стали приезжать сюда только на один день. А ведь городок находится на самом деле в прекрасном месте. Может быть, кто-нибудь из вас, кто будет планировать поездку в Рим, решит остановиться здесь на несколько дней. Ведь до Рима отсюда всего 40 минут езды на электричке. И станция находится в 10 минутах ходьбы. Можно весь день гулять по Риму, а вечером вернуться в тихое райское местечко, где, уставшие от шумного Рима, вы поужинаете с видом на озеро Альбана, выпьете вино из местных погребов и в звенящей тишине уснете в отеле. Наша прогулка по садам, которые были местом отдыха и размышлений римских пап, закончилась. Сейчас я приглашаю вас в апостольский дворец. Во внутреннем дворе дворца находится коллекция машин, на которых ездили папы. Папа Пи-11 был первым из пап, кто стал пользоваться автомобилем. Почему же все-таки стоит посетить папский апостольский дворец? Да потому что для нас открыли 20 залов дворца, чтобы мы с вами смогли увидеть, как жили папы в последние 400 лет. В залах много картин, реликвий и предметов, которые рассказывают историю, связанную с папами. Папа Франциск решил отказаться от этого дворца и выбрал гостевой дом в Ватикане в качестве своего летнего жилья. Так папский дворец был преобразован в музей. Теперь мы с вами имеем доступ к папским апартаментам. Давайте пройдем по залам. В этом зале, прямо в центре, стоит переносной трон, на котором папу носили, чтобы верующим было легче видеть его во время публичных церемоний. Трон несли на своих плечах 12 человек. На троне с каждой стороны есть по два отверстия, куда вставляли длинные шесты, с помощью которых переносили трон. Трон покрыт бархатом с очень богатой тесьмой и золотой бахромой. И на троне можно рассмотреть герб папы. Прекрасный вид из окон на озеро Альбано. Зал с портретами пап. И еще один трон. У каждого папы был свой персональный трон. А здесь этот же трон мы видим уже на картине. Этот ангел, скорее всего, был сделан учениками Бернини, в то время как сам Бернини работал над куполом церкви и площадью перед апостольским дворцом. А это особый тип кресла. Его использует папа во время литургии, чтобы опереться на него. На протяжении всей истории церкви цвет обуви сознательно выбирали как напоминание о крови, пролитой католическими мучениками на протяжении веков. Более того, красный цвет присутствует также и в одежде. Он символизирует любовь Бога к человеку. Но нынешний понтифик, папа Франциск, решил надеть черную обувь. А вот и тот самый балкон, с которого папа проводил воскресную мессу. Пока мы будем проходить по залам самого верхнего этажа, хочу рассказать вам еще одну историю. Во время Второй мировой войны папа спас тысячи евреев, пряча их в своей резиденции в Кастель-Гондольфо. Хотя это вряд ли бы остановило Холокост, но папа мог бы привлечь внимание всего мира к тому, что творили нацисты. Это еще раз доказывает то, что папу Пия XII совершенно несправедливо обвиняли в симпатиях к нацистам и называли папой Гитлера. Он вел негласную работу для спасения евреев, вся документация хранится в архивах Ватикана. И только спустя 60 или 70 лет после смерти папы Ватикан может рассекретить свои архивы эпохи этого понтификата. Сейчас как раз тот момент, когда идет изучение документов, которые помогут раскрыть тайны католической церкви в отношении Холокоста и выяснить всю правду. После изучения документов архива может случиться так, что придется переписывать историю. Но пока нам рассказывают так, что спальня Святого Отца во время Второй мировой войны была отдана беременным женщинам. Там их прятал папа. За это время там родилось 40 детей. Наша прогулка по апостольскому дворцу заканчивается. Дорогие друзья, в последнее время я очень редко стала загружать на канал видео. У меня прибавилось немного работы. Открыли границы, в Рим приехали туристы. Поэтому у меня совершенно нет времени на видео. Приезжайте и вы в Рим, я покажу вам самое прекрасное в вечном городе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok